Девушки отдыхают Министр культуры России Владимир Медецкий пробовал в Чувашии всего день, но успел провести важные переговоры, посмотреть, как работает Чувашский драматический театр, Национальный музей и музей космонавтики. Кто такой космонавт Николаев? Это мировая звезда. Каждому школьнику надо обязательно прийти не просто в музей, а прийти в этот маленький домик, где семеро Николаевых провели детство, и послушать, как мальчик из бедной, как бы сейчас сказали, многодетной семьи, выросший практически без отца, учился и работал, чтобы добиться успеха в жизни. Ну а мне доверили провести для Владимира Ростиславовича экскурсию по детской академии искусств. Конечно, я волновался, но слова не забывал. Мы заглядывали почти в каждый кабинет. И ребята, которые здесь, это все городские дети, которые не от земли, не от сахи, но они впитали вот эту традиционную культуру. Теперь министр культуры знает, что означают чувашские узоры, и что сразу четыре воспитанника кружка робототехники будут участвовать во Всероссийской Олимпиаде по 3D-технологиям. А на десерт – интервью. Ученики медиа-центра Кучимова готовились к встрече, прочитали биографию гостей и выяснили, что по образованию Владимир Ростиславович – журналист. Скажите, какова вероятность того, что в будущем мы станем министрами? Ну, если будете хорошо учиться и много работать, то если захотите, то обязательно станете. Гости пожелали нам успеха в учебе и творчестве. Мы будем стараться. Саша Васильев, Павел Иритков, Акил Бупсер. И эту книгу тоже отнесем. Приближается Международный день дарения книг. Библиотекари города Чебоксар придумали интересную акцию. Они ждут от нас книги. Много книг. Согласитесь, у каждого дома на полках есть уже давно прочитанные книги, из которых мы как бы выросли. Именно эти книги нас и просят приносить. 14 февраля в Центральной библиотеке имени Маяковского будут ограждать лучших дарителей. Тех, кто любит книги и спешит делать добрые дела. А сейчас мы с вами познакомимся с ребятами, которые прочитали не одну стопку книг, чтобы написать свои научные работы. Каждый уважающий себя ученик хоть раз в жизни принимал участие в научно-практической конференции. В нашей 45-й школе она называется «Горизонт открытий». Ученики выбирают тему по любимому предмету и углубленно ее изучают. Проводят опросы, опыты, эксперименты. Спектакль восьмоклассников на открытии конференции – это тоже проект. А какая самая интересная тема, которая вам запомнилась? Из всех работ, которые были выполнены за эти 4 года, мне очень понравилась и запомнилась одна работа, которая называлась «Школьный звонок». Благодаря этой работе до сих пор в нашей школе на всех переменах играют музыкальные звонки. Мы можем делать объявления, поздравления. Всем очень нравится. Ну, мне стало интересно слова, которые мы забираем из английского языка, как они используются и для чего, и на какую тему. Самое страшное на конференции – отвечать на вопросы комиссии. Подготовиться к ним заранее практически невозможно, но зато это такая закалка. Защита итогового для данного проекта вырабатывает такие чувства, как уверенность в себе, смелость, умение отстаивать свою позицию, логически мыслить и продвигать себя в будущем. Ну, а я рассказывала членам жюри о своем питомце. Доказывала, что Геконов можно содержать дома и заняла первое место. Теперь меня, как и других победителей, ждет волнение городского этапа. Алиса Кошкина, Даниил Сергеев, Агилбупсер. Одна из популярных тем научных работ – мусор. Ребята, у нас есть вопрос. Что вы знаете о мусоре? То, что его нельзя кидать мимо уровня? Хорошо. То, что пластик, стекло и бумагу нужно утилизировать отдельно? Отлично. Но, к сожалению, не все это делают. И где в Чебоксарах сортируют мусор, вы сейчас узнаете. В день каждый человек выкидывает примерно килограмм мусора. На огромных машинах он поступает на мусоросортировочный завод. И сюда можно попасть на экскурсию. Скажете, что я мусора не видел? Ну вот его необычного охранника точно нет. На заводе работает уникальная птица-сокол, которую зовут Облако. Она отпугивает своим присутствием стайных птиц, ворон, чай, галок, которые ищут еду в мусоре. Эти птицы могут разносить инфекцию, поэтому к мусору их допускать нельзя. Соколы же кормят куриными шеями. Он живет у Александра Леонидовича на балконе. У этой птицы есть свой паспорт, свои документы. Поэтому она полноценный член российского общества. Питается она довольно-таки не очень много. Съедает пять куриных шеек в день. Так птица очень мирная, дружная. Даже может ее чуть-чуть погладить. Видишь, не дергается. Спокойная птица. А вороны боятся. За сто метров увидят эту птицу, сразу улетают. Но вернемся к мусору. Как известно, люди упаковывают его в пакеты. Значит, сначала их надо разорвать. Это делается в специальном контейнере. Потом мусор крутится в барабане и поступает на линию. А дальше за работу принимаются люди. Они вручную отбирают бумагу, картон, пластик, стекло. А устают ли руки от такой работы? Ну, руки... На работе кто не устает? Устаем. Я тоже устаю. Спасибо. На каждой работе все по-своему устают. Отобранный мусор сжимают в прессе. И получаются вот такие брикеты. Теперь это уже не мусор. Это сырье для новых изделий. В одном таком брикете находятся 3000 бутылок. Совсем скоро из них будут сделаны цветочные горшки, тазики и трубы. Среди мусора можно найти и очень необычные вещи. Сотрудники завода решили их собирать и организовали целый музей. Здесь и украшения, и старинная техника, попадаются и важные документы. Так, наиболее ценным экспонатом, который здесь представлено, является газета, которая была выпущена на следующий день после Великой Победы, а именно 10 мая 1945 года. Также имеется наградной лист нашего земляка, который принимал участие в реальных боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. Как могла только рука подняться у людей, выбросить такую действительно память. В конце экскурсии все участники проходят тестирование. Теперь мы точно знаем, что одна пластиковая бутылка разлагается 250 лет. И уж, конечно, лучше ее переработать, чем закопать землю. Анна Матюнина, Леша, Филиппов, Женя Барашкина и Бахтияр Велиев. Агил Пупсер. Главная новость нашего телеканала. Сегодня на национальном телевидении Чувашии стартовала новая программа «Атдыхайп». Чем же она отличается от большого количества других программ? Дело в том, что она идет в прямом эфире, а ведут ее дети. Каждый понедельник в 16.05 наши ровесики обсуждают со зрителями проблемы подростков. Ну, например, есть ли учители-любимчики, в каком городе лучше жить, как в 14 лет зарабатывать. Итак, программа «Атдыхайп» рекомендуем. Продолжим разговор о журналистах. Каждый год газета «Грани» проводит конкурс школьных газет «Школа Пресс». О чем пишут юные журналисты, какие фотографии делают, и почему одни школы выпускают газеты, а другие нет. Давайте разбираться. Школьная галактика, лицевист, 200 класса, жизнь с портфелем. Все это название детских газет. Более 150 изданий представлены на суд жюри и на обозрение участников. Здесь можно посмотреть идеи для нового выпуска, а еще поучиться у взрослых журналистов и фотографов. Тренды пошли, фотографии должны быть ровными. Нельзя уменьшать ход такого формата, если вам газету принесли. А вы его уменьшили из-за того, что у вас текста много места не хватает. Ценность этого кадра в газете сразу попадает. Его никто не заметит, и никаких эмоций она не вызывает. Особенно большой и эмоциональный должна быть фотография на главной странице. За яркое оформление журнала детского медиа-центра Кучмала получила диплом первой степени в номинации «Лучший дизайн». Юлия и Вероника приехали из Нижнего Новгорода. Они тоже призеры конкурса. В редакции 12-й школы всего 7 человек. Девочки уверены, для того, чтобы в школе появилась газета, нужно в первую очередь желание учеников. Нужно выложить на полную, влить в этот материал частичку себя, и тогда его точно будут читать. Юные журналисты пишут о школьных мероприятиях и праздниках, увлечениях друзей, проводят розыгрыши, рисуют комиксы. Наконец-то мы видим, это тоже результат нашей работы 13-летней, мы считаем, что мы к этому причастны, мы видим свободу слова в школьных газетах. Дети уже не боятся критиковать и оценивать, и анализировать ту действительность, которая происходит не только на территории школы, но даже и того населенного пункта, где выпускается это. Газета. Главный приз и почетное звание «Лучшая школьная газета» получила издание 48-й Чебоксарской школы. Будете проходить мимо? Обязательно загляните. Почитайте «Школьное время». Настя Анисимова, Валерий Режуков, Акилбупсер. В Чебоксарах сейчас гостится французская скрипачка Франсуаза. Ее репортуар включает почти 500 мелодий разных стран мира, которые заставляют танцевать и детей, и взрослых. Следующий репортаж из Детской Академии Искусств. Думаете, ребята, вы учили этот французский танец давным-давно? Ошибаетесь. Ученики Академии Искусств танцуют его впервые. Просто у них педагог хороший, Франсуаза Ноаро. Ее хобби – разучивать народные танцы и играть на скрипке. Детская Академия Искусств То есть это говорит о том, что если в каждый день хотя бы понемножку, но обязательно регулярно заниматься, то через какое-то время, может быть через годы, обязательно у вас получится. Франсуаза много лет работала психотерапевтом в школе, а сейчас на пенсии. Она настоящий полиглот, знает эсперанта, говорит на сербском. Хорватском, итальянском, словацком, английском, а теперь еще немного на русском и чувашском языках. Я могу чуть-чуть говорить по-русски. Трудно мне. Вот так я разговариваю. Этот танец называется «брис-пье». В переводе с французского «ломать ногами». Действительно, похоже. Франсуаза заметила, что дети России очень быстро запоминают движение. А больше всего в Чуваксарах ей понравилась доброжелательность людей. Какие они хотят, которые они работают в троллейбусах, маршрутках или чем мы строим фаброй? И когда я где-нибудь теряюсь, там, в маршрутках, в троллейбусах или на улице, люди очень, ну, с удовольствием мне помогают. Или это компания с меня? Вплоть до того, что доводят меня до дома и сопровожают туда, куда мне надо. Франсуаза путешествует по всему миру и в каждом регионе разучивает свою мелодию. В Чуваше она выучила мелодию «Линка, линка». Мастер-класс закончился торжественным посвящением франсуазы в академике. Такие встречи очень вдохновляют. Теперь хочется творить и обязательно побывать во Франции. Вика Алексеева, Валерий Лизюков, Акилл Бупсер. А сейчас сюрприз. Знакомьтесь, это Неля и Юля Степановы. И они будут нам помогать рассказывать о новостях дошкольного мира. Девочки, не волнуйтесь, когда мы пришли работать на телевидении, мы были даже младше. Вперед! Здравствуйте! А новость у нас такая. Площадки детских садов превратились в нежную сказку. Всящий боксар проходит конкурс «Зимняя Спортландия». Воспитатели, ребят и родители вылепили из снега удивительные фигуры сказочных героев, чуварских красавиц и даже достопримечательности города Чебоксары. Гулять рядом с чудо-фигурами – одно удовольствие. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы отправляемся в 51-й детский сад. Вечный огонь. Мать-покровительница. Залив. Территория этого детского сада превратилась в мини-копию Чебоксар. Сначала воспитатели переживали, что им не хватит снега. Но потом его выпало очень много. Вооружившись лопатами, лейками и валенками, дружная команда приступила к работе. Выходили выходные, не жалея своего свободного времени. Воплотили все лучшие идеи. Вообще все происходило с большим энтузиазмом. Это все делается для наших детей, для их развития, чтобы на прогулке им было весело, чтобы они общались, чтобы они знали нашу историю, чтобы они знали наши сказки. Помощь воспитателям, помощь нашему саду и нашему городу. Как известно, в этом году чебоксары будут отмечать юбилей. Поэтому в конкурсе снежных построек появилась номинация «550 лет родному городу». Уточки с герба помогают малышам тренировать меткость. А танка с парка «Победа» – любимая фигура всех мальчишек. Если я увидел, что кто-то будет сломать моих мамой и папой танк, тогда я скажу – не ломать. А то это мои родители делали, а не ваши. Какой детский сад станет победителем конкурса «Зимняя Спортландия» будет известно 11 февраля. Фотографии всех построек можно найти в интернете. Ну а мне хочется пожелать удачи моим новым друзьям – мальчишкам и девчонкам «51 сада». Даша Шоклева, Борис Андреев, Акилбупсер. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. У вас есть новости? Так что же вы молчите? Звоните, пишите. Мы с удовольствием приедем в гости в вашу школу или детский сад. Любой выпуск программы «Акилбупсер» вы можете посмотреть на сайте ntrk21.ru или в нашей группе ВКонтакте. До новых встреч на национальном телевидении «Чуваши». До свидания!